Всем привет! Приготовим сегодня в новых формах очень вкусные и красивые десерты. Будут две разные формы. Вот эта вот форма у меня с интересным узором и на палочках. Итак, берем миску, всыпаем туда желе. У меня клубника с бананом. Значит, 170 грамм. И берем молоко, 170 грамм, его хорошо подогреем и вливаем к желе. И хорошенько венчиком все перемешиваем до однородности. И вливаем сгущенное молоко, целую банку, 370 грамм. И берем миксер и взобьем хорошенько. Следующее. Берем сливки жирные, холодные, 230 грамм. И взбиваем до мягких пиков. Сливки соединяем с желе и хорошо перемешиваем. И берем наши силиконовые формочки из кимо и заливаем. Вставляем деревянные палочки или можно сразу их ставить. Разравниваем хорошо палеткой. И отправляем в холодильник до застывания. Можно оставить на ночь. Заливаем другую форму, форму цветка. Заливаем цветочки и предварительно пастучим и ставим в холодильник. Хочу показать пирожное, как я приготовила с этими цветочками. Дисквит испекла, вырезала кружочки. И смазываю любым кремом. У меня сливки. Крем, конечно, можно использовать любой. У меня здесь мелкая крошка кокосовой стружки. И хочу я вот так вот наш круг обвалять. Кладем на подложку любую. Сверху также я кремом смажу. Крем, конечно, можете и больше смазать. И кладем наш цветочек. И наши пирожные украшаем листиками мяты. Середину сахарную бусинку можно положить. И получается у нас вкусный красивый десерт. И настало время вынимать наш десерт из кимо. Форма из кимо очень красивая. Необычная. Хочу попробовать сделать в шоколадной глазури. И посмотрим разницу. Шоколадная глазурь у меня уже готовая. Цветная. Кладу эскимон на решетку. И вот посмотрите, тоже другая форма. Я не буду его обмакивать в этой шоколадной глазури. Посмотрите, какая разница. Здесь больше видны узоры. Такие вот пузырчатые. Сделаю несколько линий шоколадной глазурью. Несколько бусинек. И хочу золотым гандурином пройтись слегка-слегка. И украшу маленькой шоколадной розочкой. У меня подложка очень широкая, поэтому я разрезала пополам немного шоколадной глазури и кладу туда наше эскимо. Получились у нас очень симпатичные эскимо. Готовится очень легко и просто. Друзья, одна моя ошибка в том, что я хорошо не размешала с горячим молоком нашу смесь из сухого желе. Нужно молоко очень хорошо подогреть, даже закипятить. И тогда его размешивать. Если вы обратили внимание, вот у меня крапинки такие вот красные на эскимо. Смотрите, обратите внимание. Это потому, что было не очень хорошо подогревающее молоко. Всем спасибо за просмотр и до свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok